Вся коробка наша пришла вообще в негодность, особенно вот эта вся сторона. Старая хоккейная коробка во дворе дома на Красноборова 5 выглядит как после набега варваров. Да и сам двор практически в центре города не вызывает никакого эстетического удовольствия. В нашем дворе очень много детей, прямо очень много. А заняться детям нечем. Дети разновозрастные, от мала до велика. Поэтому все свободное время дети у нас проводят здесь, на этой спортивной площадке. В данный момент территория вообще нашего двора, детской площадки, выглядит печальным образом. Поэтому хочется для наших детей благоустроить хорошую, красивую, безопасную детскую площадку. Родители собрали инициативную группу и решили превратить неказистую хоккейную коробку в современную универсальную спортивную площадку через участие в конкурсе инициативного бюджетирования. Согласие дали все, кто пришел на собрание жильцов. Сто процентное согласие. С кого они спрашивают, все отвечают за. Все ей помочь готовы вложиться. Активные жильцы обратились в администрацию города, где им подробно рассказали о всех требованиях, предъявляемых к проектам в рамках конкурса инициативного бюджетирования. С их помощью мы подготовили проект, была рассчитана смета этой площадки. И в настоящее время представители администрации постоянно находятся с нами на связи. То есть мы с ними и сейчас консультируемся по любому вопросу. Кстати, если проект жителей домов на Красноборово победит в конкурсе, то будущей спортивной площадкой смогут воспользоваться все желающие. Еще один проект, который готовят подать на участие в конкурсе инициативного бюджетирования, называется «Волшебный мир детства». Площадкой для его реализации выбрана территория детских аттракционов в городском парке. Кстати, если вы одобряете этот проект, то можете проголосовать за него в ближайшую пятницу 10 сентября. Мы планируем поставить здесь детский игровой комплекс. Он будет рассчитан на детей до 4-5 лет. Я призываю всех жителей города, неравнодушных, которые хотят, чтобы парк наш улучшался, парк аттракционов, прийти к часу дня на площадь первостроителей и проголосовать за наш проект. Конкурс инициативного бюджетирования проводится в два этапа – на муниципальном уровне и краевом. Прием документов по проектам от березняковцев завершится в городской администрации 21 сентября. Проекты, которые выиграют на конкурсном отборе на уровне муниципалитета, мы будем направлять уже для участия в краевом конкурсе. И там проекты будут приниматься с 1 по 15 октября. Но результаты мы узнаем в конце ноября. Финансирование проектов инициативного бюджетирования складывается из нескольких источников. Бюджет Пермского края готов выделить на реализацию не более 90% стоимости проекта. Не менее 10% должны собрать инициативные граждане из собственных средств. Допускается привлечение финансирования от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и из городского бюджета. В прошлом году на конкурс инициативного бюджетирования из бюджета Пермского края было направлено более 230 миллионов рублей. Благодаря этим средствам удалось профинансировать 185 проектов. Такую форму участия граждан в благоустройстве общественных пространств поддерживает и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Этот механизм позволяет создавать комфортные условия даже в удаленных от краевого центра населенных пунктах. Пермский край меняется. Позитивные изменения люди видят уже сегодня, здесь и сейчас. Это очень важные проекты, поскольку в них вовлечены жители. Люди причастны к преобразованиям на местах, поэтому они более бережно относятся к тем изменениям, которые происходят к лучшему. Безусловно, надо продолжить эти инициативы. Сегодня известно о девяти проектах, которые готовят березняковцы в рамках конкурса по инициативному бюджетированию. Помимо вышеуказанных двух проектов, инициативные граждане готовы создать такие проекты, как площадка для выгула и дрессировки собак на Миндовского 5, спортивная площадка в микрорайоне Южный города Усолье. В Пыскаре готовят к реализации сразу два проекта. Это реконструкция железного мостика в рамках экскурсионного маршрута «Истоки Перми Великой» и создание детской площадки. На территории спортивного городка по пляжному волейболу в районе Первого пруда хотят обустроить освещение, парковку и тренажерную площадку. Также в поселке Железнодорожный планируют создать ограждение местного кладбища. Ну и еще один проект – это создание детской площадки на уральских танкистов-6. Сейчас все участники городского этапа конкурса готовят дизайн-проекты, проводят собрания, готовят смету, продвигают свои проекты через СМИ и соцсети. И в ближайшие дни предоставят необходимые документы на оценку муниципальной конкурсной комиссии. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамье.